Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о трансферах, о трансферах индивидуальных, групповых. В общем, знаю, что есть очень много вопросов. Начинаются они от как заказать, сколько они стоят, кто нас встретит, кто нас обратно заберет, как это вообще забронировать и так далее. Так что давайте обо всем по порядку в этом выпуске на моем подкасте Георгий Фтрэвел. Итак, друзья, давайте начнем с самого главного. Наверное, все, что волнует, это индивидуальные трансферы. Во-первых, как это все устроено? Индивидуальный трансфер можно заказывать как в пакетном туре, так и, соответственно, если у вас создан свой собственный маршрут какой-то с перелетом. Даже, как правило, так обычно и делается индивидуальный. Групповой, он всегда, конечно, идет в пакетном туре. То есть, когда у вас прилетает большой борт самолет и вас, соответственно, всех отправляют и собирают в автобус. И вы, соответственно, уже отправляетесь все вместе по отелям. Но я все-таки заострю внимание на индивидуальном, потому что на эту тему больше всего вопросов. По индивидуальному трансферу. Его можно заказывать двумя способами, в принципе. Это когда мы забронировали тур. В моменте бронирования мы можем сразу выбрать у туроператора индивидуальный трансфер. То есть, просто меняем. Групповой на индивидуальный. Сумма, естественно, увеличивается. В среднем она составляет, в среднем, где-то около 50 долларов в одну сторону за индивидуальный трансфер. И вы, соответственно, можете отправиться там сами или своей семьей уже отдельно. Если мы говорим о возможных, ну там, не знаю, 2 семьи у вас, 3 семьи, да, едут один. В принципе, если трансфер подразумевает под собой, ну, образно, 8 человек, а у вас там едут 2 тура по 2 плюс 1 или 2 человека, то это можно все-таки сделать один трансфер индивидуальный. В общем, мы его сразу в туре прикрепляем, и у нас получается индивидуальный трансфер. Групповой автоматически слетает. Есть второй вариант, как заказать индивидуальный трансфер. Например, вы уже купили тур, все у вас он групповой, но вы вдруг решили, что вам нужен индивидуальный трансфер. Здесь, наверное, еще-таки 2 подпункта. Можно все-таки написать оператору и попросить, чтобы он включил все-таки индивидуальный трансфер, да, заменив на это. И дальше доплатили вы там же, так же, да, и, соответственно, поехали. Но можно поступить по-другому. Есть очень много трансферных компаний, есть и в интернете, да, я ссылочку под аудио оставлю, да. То есть у меня даже в Инстаграме, кстати, есть ссылка на это, можно перейти, посмотреть. Можно самостоятельно заказать трансфер. Или как бы воспользоваться услугами, ну, различных трансферных компаний, которые уже находятся в стране. То есть непосредственно. У меня есть там знакомые, да, действительно они занимаются, у них есть транспорт и так далее. Они все это делают. Ну, здесь уже кто каждый принимает сам себе решение. Здесь, конечно, главный вопрос стоит гарантии, да. То есть, а встретит меня точно? А все будет ли хорошо? Конечно, я не могу отвечать, что если вы напишите там в интернете в поиске трансфер, не знаю, образно в Турции индивидуально, напишите, будет ли у вас все окей или нет, как бы заранее, как бы сложно сказать. Но могу точно сказать, что у вас есть, как бы, три варианта гарантированных. Первый, это, как и говорил туроператор, выбрать индивидуальный трансфер. Второй вариант, это забронировать на сервисах. Ну, например, вот есть Kiwi Taxi сервис, да, там их много достаточно на этом сервисе, где все гарантировано. И третий вариант, ну, я про себя могу сказать, у меня есть несколько компаний трансферных в некоторых странах, да, где я с ними плотно сотрудничаю, за них отвечаю. Можем это организовать. Ну, и, соответственно, по цене. Цена заказа трансфера у туроператора или вот так отдельно, она приблизительно одинаковая. Она не будет там в разы сильно отличаться. Может быть, у туроператора, к примеру, там, трансфер стоит, не знаю, 50 долларов, да, а при заказе, например, через какую-то компанию, может быть, там, 45 долларов. Ну, то есть, не всегда так. Обычно даже цена реально, на самом деле, одинаковая. Поэтому сильно нет разницы глобальной в этом. Здесь будет другой вопрос. Очень часто индивидуальные трансферы, вот мы сейчас плавно переходим к следующему пункту, они не только выполняют функцию взять из пункта А из аэропорта доехать в отель и из отеля, соответственно, обратно. Здесь вопрос заключается и в другом. Очень часто люди, кто берут трансферы, они еще и в процессе своего путешествия пользуются ими, да, то есть им важно, чтобы у них был этот контакт. И, например, они говорят, а мы хотим поехать на экскурсию сами. И это, в принципе, вполне все трансферные компании реализуют. У них даже, как бы, есть, скажем, их такой некий доп-апгрейд. Они предлагают, в том числе, какие-то экскурсионные программы. И мои туристы, особенно, когда в зимнее время, куда-нибудь в Турцию отправляются и так далее. Они бывают заказывать индивидуальный трансфер из аэропорта в аэропорт. И также отправляются в путешествие уже внутри страны с этой же компанией на индивидуальном трансфере. Это тоже очень удобно. И здесь, конечно, как у нас всегда в России, в принципе, хочется иметь те контакты, которые будут с вами всегда. И, как правило, уже люди, когда не один раз ездили, они уже вооружились каким-то контактом. И мы постоянно уже с этим контактом, с этой компанией путешествуем. Конечно, альтернатива – это прокат автомобилей. Но мы пока об этом не говорим. Об этом поговорим в другой раз. Ну и, соответственно, как выглядит весь процесс, когда вы заказали уже трансфер. Как нас встретят. А как мы точно поймем, что нас заберут и так далее. Здесь тоже все очень просто. Когда вы прилетаете, вас будут встречать с табличкой с вашей фамилией. Поэтому вы никуда не денетесь. В любом случае, опять же, есть телефон и их у вас, и у вас их. То есть телефоны все обменялись. Проблемы нет. Можно будет и созвониться. Поэтому за это можно не переживать. Вас 100% заберут. Никто не обманет, не кинет. Все будет в этом плане хорошо. Так что не переживайте. Просто если мы говорим про туроператора. Туроператору прилетаете. Там будет не табличка. Вы подходите к оператору, показываете номер ваучера по прилету. И они говорят, вот ваш трансфер вот здесь. Если у всех там автобус, то у вас, соответственно, вот там Мерседес образно. Или Volkswagen стоит какой-то. И вы на нем отправились. Поэтому на эту тему даже не переживать. И то же самое, соответственно, касается обратного трансфера. Вам также будет, если это мы говорим с туроператором, будет указано время. Что за вами приедет какой-то трансфер в это время. Это все, как правило, либо у гида информация, либо лежит на стойке у ресепшена, либо в одном отеле. То есть гид, где сидит стоечка. Это все есть. Очень часто мне спрашивают, даже сейчас туристы, типа, а что нам делать, когда нас заберут? Вот мы с гидом не встречались. Не надо с ним встречаться. И у них есть информационная стойка. Там, как правило, лежат папки для туристов. Можно открыть и посмотреть. И если такой стойки нет, то на ресепшене информация есть. Поэтому за это даже можно не переживать. Что еще касается индивидуальных трансферов. Конечно, это удобство по времени. То есть вы, конечно, экономите время. Потому что если мы говорим о групповом трансфере, то групповой трансфер, он вас забирает и везет в некий регион. Мы не говорим на примере. Давайте возьмем Турцию. Наверное, это ближайшая понятная история. На примере Турции, если вы прийтили в Анталию. И мы понимаем, что там люди едут и в Аланию, и в Сиде, и в Кимер, и в Белек. Это не означает, что один автобус вас повезет по всем этим курортам. Нет. Один автобус идет, например, в Кимер, другой идет в Белек, третий идет в Аланию. То есть распределение, конечно же, есть. И вы отправляетесь. Экономия по времени. Я вам точно скажу. Я не раз уже ездил и на групповом по Турции, и на индивидуальном. Скажу так, что, например, отправляясь на индивидуальном трансфере из аэропорта в Аланию, вы потратите примерно где-то, наверное, ну минимум часа-полтора пути. Если мы говорим о автобусе групповом, то, скорее всего, ближе даже к трем. Почему? Мы не говорим о том, что он будет ехать долго, да, ну и в том числе. Но мы говорим, во-первых, об ожидании всех туристов. Это самый, наверное, затяжной процесс, потому что вы прилетели, вышли, пока там все получили багаж. Кто-то там его забыл, кто-то потерял, кто-то не нашел, кто-то просто под этим делом, да. И, как правило, из-за этого увеличивается время, пока автобус не отправится, да. То есть после прилета может пройти два часа спокойно, пока автобус не тронулся с места. Это первая потеря времени, да. Если там вы сели, сразу поехали в индивидуальном. Второй момент, конечно, это начинается развоз по отелям. Здесь, конечно, не так много времени теряется, но оно, конечно, теряется, да. То есть все равно там отели 10-15 на маршруте будут. И поэтому хоть как на это надо рассчитывать и понимать, что вас везут и так далее. Ну и, соответственно, ну по Кемеру тоже понятно, да. Ну экономия есть во времени, но я говорю, вот в основном в этом не из-за скорости, именно самой передвижения из точки А в точку Б, а вот именно из-за сбора людей и развоза их потом по другим отелям. В этом плане индивидуальный трансфер выигрывает. Ну и тут надо понимать, готовы ли за него заплатить, да, деньги, или не готовы заплатить, как бы здесь уже кому как удобно, да. То есть здесь каждый решает сам. Я вот вам такие моменты рассказал. Ну и групповой трансфер, давайте еще раз про него проговорим, хоть там вроде все понятно, но тем не менее. Это вас встретили также, проводили в автобус, вы сдали там багаж, соответственно, и поехали по отелям. Групповой трансфер всегда включен в пакетных турах. Он, естественно, идет не за дополнительную плату. Если даже вы от него, кстати, отказываетесь, то цена от этого не уменьшается. То есть он как бы по умолчанию включен. Почему не уменьшается? Потому что в 90% случаев страны, которые принимают туристов, в трансфере, как правило, как правило, бывают они, скажем, субсидированные, предоплаченные там разными компаниями. В общем, они по факту, грубо говоря, бесплатные, да. Поэтому за них деньги никто не возвращает. Как правило, это так. Поэтому индивидуальный трансфер, естественно, это дороже. Групповой, ну, бесплатный, да, ну, в пакет входит. И, соответственно, по времени чуть дольше. Вот. Здесь хочу еще пару моментов отметить по поводу индивидуальных трансферов. Они бывают, конечно же, разные, да. То есть, потому что у одних, например, людей запрос индивидуальный трансфер, это может быть просто легковой автомобиль, да. У других это микроавтобус, у третьих премиум класс. Это бывает как в вариациях, да. То есть, особенно, например, в Эмиратах. Можно заказать индивидуальный трансфер от обычного, там, грубо говоря, такси, микроавтобуса, там, и люкс премиум автомобиля. То есть, это здесь уже пожелания различные. Конечно, не такой шикарный, огромный выбор. Но, тем не менее, да, 3-4 варианта трансферов есть. Если мы говорим про направления такие, как, не знаю, Турция, возможно, Египет, там, конечно, ассортимент, ну, простой, либо групповой, либо индивидуальный, да. То есть, индивидуальный, как правило, это просто микроавтобусы и все. То есть, там такого выбора по автомобилям его практически нет. Так что, наверное, вот о трансферах все, что я хотел сказать, я сказал, да. Поэтому каждый выбирает сам. Единственное, наверное, дополню, что сейчас в ситуации с пандемией, так или иначе, люди хотят поменьше контактировать с другими людьми. Ну, несмотря на то, что вы летели в одном самолете, но, тем не менее, люди не хотели бы многие еще ехать в автобусе, да, целой большой компанией. Поэтому также на основании этого выбирают индивидуальный трансфер, чтобы ехать одним самостоятельно и без каких-либо вопросов. Ну что, друзья, на этом, думаю, вот эту тему можно завершать. Если какие-то вопросы остались, вы их всегда можете задать ко мне в социальные сети, вы можете написать мне в WhatsApp даже напрямую. Ссылки на это все у меня есть. Ну и, соответственно, бронируйте туры в Georgiev Travel. Все вопросы и с индивидуальным, и с групповым трансфером, они у меня достаточно легко и просто решаются. Как говорил, можем решать совместно, можете решать это отдельно. Здесь уже как кому как удобно. Моя цель была ответить на вопросы, как все это будет выглядеть, построено, какие есть гарантии и так далее. Ну все, друзья, услышимся. Следующих моих аудио приглашаю вас себе в Instagram, WhatsApp, на мой сайт Georgiev Travel. Услышимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!